Иисус Христос говорил, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Мне было интересно знать, сколько денег понадобится 50-летнему человеку для того, чтобы не работая, дожить жизнь до конца своих дней. Почему 50-летнему? Ну, потому что мне самому за 50-е я считаю, что человек что-то все-таки должен делать и чего-то добиваться. Поэтому я и подумал, вот так, сколько денег нужно человеку к 50 годам, чтобы оставшуюся жизнь прожить в свое удовольствие и не ходить на работу. Ну, давайте пофантазируем. Я часто вижу в транспорте на экранах, где показывают разную рекламу, объявление о найме на работу. И видно, что средняя зарплата простого работяги, ну, где-то 25 или 30 тысяч рублей. Это на сегодняшний день, конечно. Итак, сумма в 45 тысяч рублей, это очень хорошая сумма. Итак, чтобы жить в ногу со временем, учитывая пенсионный возраст, я ведь рассчитываю из соображений реальной жизни, мы все выйдем на пенсию, и она будет маленькая. Так мужчина выходит на пенсию в 65 лет, то, начиная от 50 лет до 65, пройдет 15 лет. В одном году 12 месяцев, и 45 умножим на 12 месяцев, я заранее подсчитал, получается 540 тысяч рублей. Эти 540 тысяч рублей, это за год, мы умножим на 15 лет, и у нас получается 8 миллионов 100 тысяч. Это чтобы дожить до пенсии. Хорошо, теперь пенсия. Ну, какую пенсию мы возьмем во внимание? Мой отец, например, был инженером. Перед выходом на пенсию он был начальником конструкторского бюро домостроительного комбината и имел удостоверение ветерана труда. Так вот, его пенсия составляла что-то около 15 тысяч рублей. И когда ему исполнилось 80 лет, пенсию повысили, он стал получать где-то около 23 тысяч. И если я кому-то говорил об этом, то замечали, ооо, это хорошая пенсия. Давайте возьмем эту цифру во внимание. Почему я беру эти цифры? Ну, потому что хочу соответствовать реальной жизни, которой мы живем. И причем, как вы заметили, стараюсь учесть не самое плохое, чего можно достичь. Поэтому берем цифры из реальной жизни. Итак, после 65 мы выходим на пенсию. Пусть простят меня женщины за то, что я учитываю мужскую пенсию. Итак, вот как по мне, ну сколько лет вы бы хотели прожить? Вот я считаю, что дожить до 90 лет – это хорошо. Ну, правда же. Ну, вот давайте посчитаем, сколько денег нужно, чтобы дожить до 90 лет. От 90 мы вычтем 65, получится 25 лет. Согласитесь, это немало. И теперь 23 тысячи, хорошую пенсию. Умножим на 12, и у нас получится 276 тысяч. Это за год. И если мы их умножим на 25, у нас выйдет 6 миллионов 900 тысяч. Как-то вот так получается. Теперь нужно сложить вместе 6 миллионов 900 тысяч и 8 миллионов 100 тысяч. И у нас получится ровным счетом 15 миллионов рублей. Я, конечно, понимаю, что никакой здравомыслящий человек не будет просто так хранить эти деньги, если они у него, конечно, есть. Они обесценятся из-за инфляции, разных дефолтов и тому подобных вещей. Если у кого есть хорошие деньги, ну, никто не будет их хранить просто так. Мы люди мудрые. Ну, можно на худой счет купить квартиру, сдать ее в аренду и иметь какую-то с этого прибыль, чтобы не потерять деньги и чтобы они не обесценились. Мы люди мудрые. Да, это хорошо. Но я так думаю, что хочется где-то жить, и я не против того, чтобы ездить на машине. Давайте прибавим 6 миллионов на дом. Хотя дом, в котором я живу, стоит значительно меньше. Ну, давайте, хороший дом, 6 миллионов. Наверное, нормально. Примем во внимание дом получше. Хочется еще машину добавить. Мы ведь все 40 лет хотим на чем-то ездить. Ну, давайте прибавим еще 3 миллиона. И у нас получится 9 миллионов. И если все сложить вместе, 15 миллионов плюс 9 миллионов, у нас получится 24 миллиона для неплохой такой жизни. Давайте посчитаем, извините, сколько это будет в долларах. Интересно, сколько это будет в долларах. Сегодня доллар стоит 76 рублей. На сегодняшний день постоянно меняется. Ну, я принял во внимание сегодняшнюю цену. Я тут для простоты округлил. И у меня получилось 24 миллиона. Мы разделим на 76. Получается 315 789 целых. И дальше длинное такое десятичное число округлим и уберем. 315 789 долларов для такой неплохой жизни. И вот если этими деньгами правильно распорядиться, то можно прожить оставшиеся 50 лет. Годы жизни после 50 лет очень так, ну, неплохо. Нормально так пожить. Ну, не питаться в ресторанах. Ну, хорошо есть дома. Можно заниматься любимыми делами рыбной ловли и сбором грибов в лесу. Можно еще чем-то. И вот первая мысль. Ну, почему у меня нет 315? Каких-то 315 тысяч долларов. Вот жаль-то, а. Вы знаете, Иисус Христос меня очень сильно успокоил. Словами из Евангелия от Луки в 12 главе написано. Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Неважно, как много вы имеете, жизнь зависит не от этого. Для чего же я это посчитал? А вот для чего. Как-то в интернете я наткнулся на статью, посвященную судьбам очень богатых людей мира. И там вкратце описывались судьбы богатейших людей нашей планеты. Особенно запомнилась история одного миллиардера. Но я не хочу называть имени, потому что не желаю нечаянно очернить память. Просто информация к сведению. Жил-был, неважно в какой стране. Человек, который в довольно преклонном возрасте, старше 50 лет, был сказочно богат. И в один момент он потерял невероятно крупную сумму денег. Больше, чем мы посчитали на несколько жизней. Но так получилось. Взял, потерял, вложил их куда-то, инвестировал неудачно и потерял. И вот, разочаровавшись, человека покончил с собой, оставив записку, в которой просил никого не винить. Так вот, на момент его смерти его состояние составляло 7 миллиардов 500 тысяч долларов. 7 миллиардов 500 тысяч баксов. Извините меня, я просто подумал, мне было интересно, насколько же жизней вот этого хватило бы. Нет, я все понимаю, вопрос философский. Мы живем разными жизнями. Кто-то питается в ресторане, а у кого-то, простите, на заводскую столовую не хватает. Ну, я посчитал такую среднюю жизнь в Нижнем Новгороде, исходя из расчетов сегодняшнего дня. 7 миллиардов 500 тысяч. Давайте разделим на 315 тысяч 789 долларов, и мы получим 22 тысячи 168 жизней. Ну, там еще после запятой длинное десятичное число. Давайте округлим и не будем. Ну, конечно, это жизнь в России. В Европе жизнь куда дороже. Давайте не будем с крягами, хорошо. Ну, допустим, не на 22 тысячи 168. Давайте разделим на 2, получим 11 тысяч 84 жизни. Мало? Мне просто сам с собой навязывается вопрос. А любил ли этот человек жизнь? Вы тоже в этом сомневаетесь? Не любил. У него денег было на 11 тысяч 84 жизни, а он не ценил ту одну, которую ему подарил Бог, причем бесплатно подарил. Мне подумалось, а ведь Иисус что-то имел в виду, когда говорил, что жизнь человека не зависит от количества его имения. Не важно, как много вы имеете, жизнь зависит не от этого. В статьях о судьбах богатейших людей есть рассказы о некоторых миллиардерах, которые почему-то вдруг, прожив достаточно много лет, накопив состояние, вдруг что-то поняли. И раздав полностью свои имения на благотворительные цели, посвятили себя христианской жизни. Причем, при этом они были довольными, жизнерадостными, и о суицидальных мыслях даже не было речи. Вот как-то странно. Получается, но люди по-разному оценивают деньги и жизнь. Что по этому поводу говорит Священное Писание? Сколько стоит жизнь? И можно ли ее вообще выразить в денежном эквиваленте, учитывая, что мы Богом созданы для вечной жизни? Вот рассказ апостола Луки о том, как Иисус Христос ответил на вопрос, связанный с проблемами в плане приобретения денег. Евангелие от Луки, глава 12. Из 13 текста следующее. Некто из народа сказал ему, Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас. При этом сказал им, Смотрите, берегитесь любостяжания, Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу, У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой, Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои, построю большее, Соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, Душа, Много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, Всю ночь душу твою возьмут у тебя, Кому же достанется то, что ты заготовил. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, А не в Бога богатеет. Понимаете, почему это поучение Иисуса Христа успокаивает, Когда переживаешь о том, почему у тебя нет какой-то суммы денег на желаемую жизнь. Эта жизнь может оказаться не в наших руках. В ней обстоятельства разные. Не думая об этом, люди, тем не менее, Все равно стремятся всеми путями заполучить как можно больше денег. Вот этот обратившийся ко Христу человек, Судя по всему, был обманут своим братом, Который после смерти родителей Не отдал причитающуюся часть наследства. Но обманул своего брата. А богач из притчи смог вырастить урожай, Который, по его оценке, стоил столько, Что хватило бы на целую жизнь. Они оба приобрели богатство разными путями. Но, тем не менее, мы ведь тоже стремимся к этому. Во всяком случае, вот я работаю не за бесплатно. И не собираюсь работать за бесплатно. Это нормально. Можно света белого не видеть, Вкалывая ради средств к существованию. Можно брать кредиты. Или еще каким-нибудь способом получать деньги. Стремится человек. Стремится. Я как-то был на похоронах одного очень хорошего человека. И когда гроб с телом везли в катафалке, На кладбище кто-то из родственников покойного, Переживая, Причитал вслух так, что было слышно всем. И вот он говорил, Господи, вот дом-то строил, строил, Света белого не видел, Целый день пилил, строгал, Чего-то добивался, Деньги вкладывал, И дом не достроил, И умер. Зачем он столько сил на это тратил, Вкалывал, А зачем? А тот богач из притча Иисуса Был убит разбойниками. Тот человек над гробом, Которого причитал родственник, Умер от рака. От чего умер тот брат, Который прибрал наследство своего брата, Ну, неизвестно, Библия не говорит, Но точно умер. И мы с вами там рано или поздно окажемся. И Иисус сказал, Что вот так бывает с теми, Кто собирает сокровища Не для себя, Для себя, простите, А не в Бога богатеет. А потом вот, Что он говорит своим ученикам, Евангелие от Луки, 12 глава. И сказал ученикам своим, Посему говорю вам, Не заботьтесь для души вашей, Что вам есть, Не для тела во что одеться. Душа больше пищи, И тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, Не жнут, Нет у них ни хранилищ, Ни житниц, И Бог питает их. Сколько же лучше вы, птиц, Да и кто из вас, заботясь, Может прибавить себе роста, Хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, Что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, Как они растут, Не трудятся, Не придут, Но, говорю вам, Что и Соломон во всей своей славе Не одевался так, Как всякая из них. Если же траву на поле, Которая сегодня есть, А завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, То, коль би пачи вас, маловеры, Итак, не ищите, Что вам есть или что пить, И не беспокойтесь, Потому что всего этого Ищут люди мира сего. Ваш же отец знает, Что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, И это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, Ибо отец ваш благоволил дать вам царство. Не заботьтесь о том, что есть, Пить и во что одеться. О чем же тогда заботиться-то? А о том, чтобы наша жизнь была в руках Бога. Вот о чем. Смысл-то прост. Бог заботится о каждом из нас. Христианин об этом знает. Неверующий о таком просто не помышляет вообще. Но вот в чем дело. Ни верующий, ни неверующий, без разницы. Никто не знает, когда и от чего он умрет. Об этом знает только Бог. С ним нельзя не считаться. Он заботится о нас, Зная наш век. Псалмопевец Давид сказал, «Я был молод и состарился, И не видал праведника оставленным И потомков его просящим хлеба». Это 36-й Псалм. Можно подумать, Что не надо ни к чему стремиться, Но не тут-то было. Бог против безделья. И написано четко, Что ленивые царствия Божие не наследуют. Только вот как теперь совместить Два этих кажущихся противоречия. Да все очень просто. Иисус просто сперва Просил искать Царствие Божие. И потом все приложится. Ведь можно прожить жизнь, Умереть для вечности во грехе. Здесь речь идет о системе ценностей христианина. Спасение души И вечная жизнь в Царстве Бога Важнее материального. Хотя и о нем нужно заботиться. Но с другой стороны, Можно всю жизнь только приобретать Средства к существованию. Но при этом потерять Царствие Божие. Оно не приложится. Почему? А потому что Царство приобретается Верой в смерти Иисуса, Которая изменяет жизнь. Этим нужно воспользоваться. И Иисус сказал, Ну что толку от денег, Ради которых вы тратите всю свою жизнь, Если не спасетесь для вечности. При этом он не призывал к безделью, А пожалуй, к поиску Царства. Никто не говорит, Что надо вот все бросить И начать молиться. Это неправильно. Всему свое время и свое место. Тут все на своем месте. И труд, и деньги. Но самое важное – Царство. Наши духовные стремления, Богопоиск, Нельзя пренебрегать Стремлением в Царство Бога Ради денег. Хотя и они тоже важны, Но на своем месте. Не более. Иначе не избежать проблемы, О которой сказано В Евангелии от Матфея. Итак, Евангелие от Матфея, Глава 16. Если кто хочет идти за Мною, Отвергнись себя И возьми крест свой И следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, Тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, Тот обретет ее. Какая польза человеку, Если он приобретет весь мир, А душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий В славе Отца Своего С ангелами Своими, И тогда воздаст каждому по делам его. Иисус, говоря о несении креста, Не говорит это всем, если заметили. Он говорит тем, кто решил последовать за Ним. Земной путь Иисуса закончился тем, Что Иисуса Христа распяли на кресте. И на Голгофа он нес его сам. Отсюда и вот эта метафора О несении креста. Если бы Иисус не пожелал нести креста, Он не спас бы свой народ. Помните, как он молился в Гефсиманском саду? Господи, да минует меня чаша сия, Но не как я хочу, а как ты. Видите, Иисус не хотел крестных страданий, Но не мог их избежать. Тогда мы с вами погибли бы И не имели бы никакой надежды. Путь христианина – это путь, Чем-то похожий на путь Христа. Мы ведь христиане. Иисус сказал, что если вы мои ученики, То тогда, если меня гнали, Будут гнать и вас. Тут речь идет о потере старой жизни В угоду новой, богоугодной. И вот эта новая жизнь зачастую Противоречит греховным желаниям. Она жертвенна, она протекает Не в угоду себе. Это как корабль, который идет Против течения, против греховных желаний. Иначе не избежать осуждения На суде Божьем. И эта жизнь в нашем мире Она не ценится. Вот он, крест, который придется нести. Крест, разумеется, это метафора. Вот и выходит, Что тот, кто душу, то есть жизнь, Потеряет ради Бога, Тот ее на самом деле приобретет. И наоборот. Можно увидеть стоимость жизни человека. Она не выражается в денежном эквиваленте. Она стоит жизни самого Бога И требует соответствия Божьим стандартам. Как ее выразить в деньгах? Никак. Это в деньгах не выражается. Как будто бы Иисус хотел сказать, Человек, ты можешь купить много, А если богатый, то очень много. Но даже если ты можешь приобрести весь мир потрясающе, Но вот в чем дело. Наступит время, когда осуждено будет Предстать пред Богом на суде И дать ответ за всю жизнь. Там, на этом суде, за деньги Свою вечную участь не купить. Ибо придет Сын Человеческий Во славе Отца Своего с ангелами своими, И тогда воздаст каждому по делам его. Часто люди ради денег идут на преступления, на обман. Мне часто бывает по нескольку раз В день звонят какие-то мошенники. Ну, пытаясь узнать код моей карты, Либо каким-то еще путем завладеть Моими-то не очень-то большими деньгами. Хочется сказать тем мошенникам, Ну, получите вы мои деньги обманным путем. А с душой что? С вашей душой я имею в виду. Вот эта фраза «Жизнь человека не зависит от количества имения» Имеет присловие «Бойтесь любостяжания». Я хочу обратиться к вам, не ко всем, К определенному сорту людей, Хотя эти люди вряд ли слушают проповеди, Но, может быть, я не знаю промысла Господнего. Вот скажите, вы приобрели деньги обманным путем, Навязав какие-нибудь услуги юридические, например, Машину купили или построили дачу, Может быть, сделали себе пластическую операцию По увеличению груди или губ, Или построили коттедж. А может, просто проели лихву в ресторане, Ну, позаботились о своей душе, Как говорится в Писании. Ну, вот скажите, Какой выкуп вы заплатите за свою душу На небесном суде? Причем не только за свою душу, Но и за тех, кого вы обманули. Ведь преступление требует возмездия. Причем Библия говорит, Что и в этой земной жизни придет возмездие, Как бы презентабельно вы не выглядели, И в каких бы крутых машинах не ездили, И какими бы богато дорогими духами не пахли. В книге «Экклесиаст» сказано в 8 главе, Не скоро совершается суд над худыми делами, И от этого не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Ну, что вы заплатите, Если стоимость человеческой души Измеряется не деньгами? У вас неверная система ценностей, Вы деньги цените выше жизни, И любым ли путем можно приобретать богатство? Это вопрос для личного рассуждения. Тут две чаши весов. На одной забота о материальном, А на другой душа. И вывод. Цена жизни – это жертва Христа. Воспользовался ли ты этой жертвой? Изменил ли ты свою жизнь? Вот что будет иметь значение в том, Каков приговор прозвучит на Божьем суде. Это главный вопрос, Ради решения которого Отмерена нам наша земная жизнь. Этим нельзя пренебречь. Душа – это жизнь, А она не зависит от количества имения. Мало его или много – без разницы. Нищий ты или богатый? Ну вот скажите, Ну чего ради вот этот миллиардер, О котором я завел речь выше, Покончил с собой, Имея при этом денег, На 11 тысяч 84 земных жизней? Ну чего ради он покончил с собой? Зачем? Какая великая глупость! Жизнь накапливая то, Чем пользоваться не пришлось, Тратить на это средства, силы, годы, И потом покончить с собой? Не меньшая ошибка прожить в нищете И тоже не думать о спасении, И при этом только и завидовать тем, У кого всего много. Но не надо ли деньги Не ставить во главу угла, А поместить их, Не полностью отказываться, А поместить их на нужную полку В системе ценностей человека И оставить их там на своем месте, Не забывая при этом о том, Сколько стоит жизнь. Во-первых, твоя, Во-вторых, те, кто рядом, Или, может быть, далеко. Ценить деньги, Соответственно, их ценности, А жизнь, соответственно, ее. Помня, Что не важно, Как много вы имеете, Жизнь зависит не от этого. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, Как заработать, И многое другое. Заботясь о насущном, Важно не пропустить главного. И Иисус однажды сказал, Ищите прежде Царство Божие И правду Его, И это все приложится вам. Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, Что Господь хочет сказать вам, Необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, Мы поможем вам. Но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, То вы заметите, Что каждая из программ, Познавая истину, Начинается с ключевой фразы, Которая несколько раз за программу Повторяется как утверждение. Напишите пять ключевых фраз Из пяти любых программ, Познавая истину, И пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, Кто жертвует нам свои средства На приобретение Библии.